привет всем зрителям и подписчикам моего канала мне приехало две нумизматических посылочки сейчас я распакую и посмотрим что в них и расскажу какие сейчас новости эта посылка от канала от канала про монеты вадим нумизмат мне ее прислал давайте посмотрим что же находится в этой посылке здесь мы видим банкноты банкноты 1 гривня и это у нас такое такая скажем так нумизматическая сувенирная продукция банкноты 1 гривна они сейчас посмотрим на просвет там что-то конечно немножко виднеется ну непонятно давайте посмотрим по размеру они как давайте сравним с нашими обычными банкнотами вот моя коллекция банкнот это пробные неплатежные видите в них про 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 чеканина довольно дорогие такие банкнотки по полторы тысячи гривен уже такая презентационная банкнота у нас была с кулешом взроски с 0 с 0 видите какие их номера и можем посмотреть по размерам соответственно с какими размерами сопоставить ну вот да с размерами банкнот которые вот у нас раньше были чуть чуть меньше чем то есть обычная гривна у нас меньше чем и это эти банкнотки сувенирным мы видим довольно блестящая блестящий формат нанесения дизайн довольно неплохой давайте посмотрим что дальше у нас есть конечно я разбалован больше дизайном нашим вот таких вот таких вот банкнот на самом деле я являюсь фанатом вот этих вот этих банкнот мне очень нравится пятерки кстати именно вот эти пятерки именно эта банкнота была решающей выборе дизайнера и художников которые вот но именно эта пятерка выиграла конкурс когда представляли именно вот такая красивая потрясающих пятерочка так но мы здесь видим банкноту 1 гривна киевская область это у нас серия областей и задумка просто шикарная что касается монет области украины они у меня есть это очень круто а вот теперь у нас банкноты то есть эта идея вот пожалуйста закарпатская область сейчас попробуем на ощупь как какие эти деньги ну конечно на ощупь они не прям как деньги то есть довольно скажем так бумага такая глянцевая глянцевая бумага вот ну как просто принт ход харьковская область конечно я честно видел буквально мельком посмотрел у кого-то из ребят на на канале обзор выглядит они потрясающе на ощупь прям вот так вот у себя в коллекции конечно не так как настоящие деньги надо ну видимо бумага действительно тут простая хотя на просвет что-то вот как будто бы и виднеется какие-то вот эти штучки не знаю видно не видно вот ну хотя я нашел с чем сравнивать да с национальными с настоящими деньгами вот значит какие области я соберу эту банкноту а значит что мне досталось запорожская область есть у нас видите номера даже 0 15 номер у меня достался 15 номер и всех всех банкнот 15 номер вот наш любимый харьков ну честно скажу вот это вот изображение харькова такое полуразмытое непонятное небо ну блин ну не знаю мне не нравится харьков тут конечно можно было фактурно как-то сделать друзья не хочу как-то критиковать в любом случае это интереснейшая идея это просто космос иметь банкноты с областями это класс но конечно по качеству можно было бы подтянуть я бы хотя это все инвестиции понимаем понимаем друзья вот это у нас банкноты этого с банкноты давайте я сейчас вам покажу кто же интересные банкноты в эту тему у меня вот есть такой дополнительный еще альбомчик он пустой но я периодически складываю сюда какие-то марки вот и в основном складываю марки тех людей личности у которых есть монеты что можно было делать тематическую подборочку вот вот айвазовский да у нас есть есть монета такая причем в буклете монет монеты соответственно с есть у нас монета пожарный автомобиль вот такие собственно у меня марки ну к чему это я не к маркам а к тому что у меня есть здесь вот такие банкноты довольно интересные банкноты это значит выпуск я ческать не помню кто их выпускал украинская антарктыда значит сделаны они под карбованцы боже как бы достать туда по по просветам на самом деле давайте попробуем там показать здесь видны просветы то есть конкретно ну то есть так вы видите да есть на просвет вот это интересная технология в целом очень простенько дешево как по мне ну что-то в этом есть купоны они были такие к ним наверное нет каких-то знаете каких-то претензий каких-то запросов дополнительных если мы делаем конечно банкноты хочется прям уровень о-го-го какой чтобы был так что уберем в принципе надо подумать где мне выделить место для эти банкноты кстати смотрите они все вертикальные вот все вертикальные можно их размещать и смотреть вот белгород денистровская фортейца замок паланок киевская область вот такая посылочка друзья такая посылочка с такими банкнотками цена я думаю у них будет демократическая по 15 гривен или по 20 вот такие банкнотки давайте перейдем к следующей посылке посмотрим что там дальше у нас пришло если вам понравились эти банкноты поставьте лайк окей следующая посылка на самом деле по эти пакеты у меня лежали уже дня четыре не было времени распаковать следующая у нас продукция это для нумизматов посмотрите какой класснючий журнал тоже полиграфия наши монетки 10 гривен кстати на основном канале как раз снял обзор на эти монеты и вот я получаю вот такой журнал его можно подписаться и довольно недорого и вам приходит потрясающий журнал с кучей полезной информации уникальной такой который вы не найдете фактически в интернете потому что там есть материалы которые не публиковались только исключительно в этом журнале оглавление можно посмотреть что в этом выпуске конкретно все контакты 1000 штук тираж данного 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 журнала вот как раз новенькая новенькая монетка 10 гривен у нас пока она еще не появилась в клубе коллекционеров в продаже и нет свободной продажи во счет банки но я думаю за с течением времени все поправиться потому что карантин касса закрыты банкнота в тысячу пластина 1000 гривен довольно прикольно тираж у нее 300 штук в целом я держал эту банкноту довольно интересно но тоже на любителя то есть как инвестиционный материал я бы не рассматривал на данную банкноту как что-то такое необычное если у вас есть деньги порадовать себя и она вас будет просто не знаю за эти деньги которые потратили просто радовать или показать друзьям как у вас есть банкнота то почему нет хотя есть думаю коллекционеры которые собирают кому это очень актуально в коллекцию положить вот мы видим здесь есть словарь то есть конкретно словарь где дается дефиниция определения разных нумизматических терминов довольно полезная штука фактически прочитав вот такой журнал вы становитесь ближе к нумизматике к пониманию истории причем разнопланово в очень широком спектре то есть вы понимаете в разных направлениях на русско-украинском языке так понял здесь разные статьи есть и на украинской мовы и на русском языке кому как удобно вот мы видим абсолютно разные и монетки фальшивые рубли довольно интересно по каналам смотрю заметки нумизмата там как раз много рассказа по этой теме по рублям но не моя тема я не коллекционер у меня в коллекции буквально два три две три монетки так что так можно посмотреть вот еще статья а еще статья обозначение место чеканки монет в принципе это интересно потому что важно иногда понять что за монета у вас есть в коллекции и не везде информация есть в свободном доступе и вот тут это позволит вам разбираться в этой теме давайте посмотрим что еще дать дальше у нас медаль медали весовая гирька вообще очень необычно мне кажется по каждой статье можно сделать какой-то видеоролик рассказывающий какую-то супер классную историю у нас монеты венгрии вот если вы видите памятные монеты с 48 по 2020 год и вот такие вот монеты указаны и даже вижу с ценой прикольно почти как каталог монеты европы кто собирает монеты европы друзья отпишитесь как вам знаете ли вы эти монеты кстати я удивился я просто этим они интересовался но очень много приходит людей которые покупают выбирают эти монеты некоторые бывает сдают потом по номиналу просто чтобы заработать купив за очень дешево и потом сдав по по стоимости которая фактически есть вот это у нас медали на медали я так понял на настольные медали причем довольно разные такие креативные посмотрите какие герцог дришелье на банкнотах франции очень нравится мне французские банкноты они яркие красочные вот посмотрите как я видел на футболе коллекционера кстати придите на встречу коллекционеров посмотрите вот такие банкнотки можно даже посмотреть ну конкретно эту я не знаю но мой банкнот франции вы можете посмотреть но реклама каталогов это полезная штука черчилль на фунтах стерлингах увидим его изображение вот такой вот знак уникальный я думаю такие вещи мало где можно найти информацию о них бывает на аукционах что-то но там нет информации просто выставляется а лот не всегда вот такой вот так типа крестов мы видим да с фотографиями и с описаниями вот такой необычный журнал на самом деле как по мне за те деньги которые он продается и ту уникальную информацию которая есть это очень прикольная вещь то есть полистать почитать посмотреть развиться если вам эта тема интересна тема украинских монет тема вот даже вот киевского типа гривны это прикольно и банкноты монеты просто для себя чтобы быть ближе к нумизматике коллекционирования вот такой вот журнальчик что друзья я буду все читать посмотрю возможно что-то в новом ролике расскажу вам и про этот журнал может нет в любом случае вы можете сами себе заказать ссылочку на магазин будет в описании и напишите что думаете про эти банкноты хотели бы вы себе такую в коллекцию причем по абсолютно доступным ценам конечно было бы интересно время такой заплатить но все-таки это сувенир это сувенирная и они не в обороте хотя идея просто космос все переходите канал наводка переходите к на канал вадима ставьте лайки подписывайтесь на него пишите ему обратную связь отзывы по этим банкнотам что думаете заказывайте и всем пока